Добрый день друзья! В эфире канал Автолитва. В комментариях на нашем канале были просьбы показать кемперы, так называемые прицеп дачи. Сегодня мы покажем часть кемперов с одной из площадок. Если будет зрительский интерес, который мы оценим по количеству просмотров и лайков, то мы продолжим пока следующих наших сюжетов. В описании этого видеоролика вы найдете ссылку, по которой можете посмотреть предложения и цены прицепов дачи в Польше, Латвии и Литве. А сейчас посмотрим одну из площадок в Латвии. Фент 490, 2007 год, полная масса 1350 килограмм, 4 места, цена 5950 евро. Похоже тут в начале выставлены наиболее свежие и наиболее дорогие. Фент 460, 2005年 этоancел там Равчeltвен. Компированная красота 1250 килограмм в открытой한�uned слоидли к妳м, 3,5ют тонн, г��게요. Ск Wet's mesma бывает. Они предоставлены наиболее свежие и направление для контроля killer не Продолжение следует... 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 Нет отгороженной душевой, для принятия души используется одно помещение санузла. Шланг у души есть, предусмотрен слив. Крепление столика отломано. Крепление столика отломано. Крепление столика отломано. Авандали Гадива 510-5. 99 года. Масса 1160. Пятиместный. Цена 2850 евро. Двухстворчатая дверь. Пятиместный. Цена 2850 евро. Пятиместный. Цена 2850 евро. Пятиместный. Цена 2850 евро. Пятиместный. Цена 2850 евро. Крепление столика отломано. Тоже душ совмещен с туалетом, но это в большинстве кемперов. В целом так относительно ухоженный кемпер. Продолжение следует. 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 Кемпер Свифт, модель Челленджер 470, групп 2 SE. 1991 года, масса 1150 кг, также 2-3 места, цена 1750 евро. Кемпер Свифт, модель Челленджер 470, групп 2 С. Дверца духовки отломана. Кемпер Свифт, модель Челленджер 470, групп 2 С. Продолжение следует... Продолжение следует... Хобби 460, аж 1987 года выпуска. Масса 1000 кг, 4 места, цена 1550. Продолжение следует... Да, как-то здесь неуютно. Продолжение следует... Да, и тут нет санузла, что весьма огорчительно. Это очень неудобно. Продолжение следует... Вот этот 1650, да? Цену нам сказали, но больше никакой информации об этом кемпере нет. Продолжение следует... Пожалуй, на этом кемпере мы сегодняшний обзор и закончим. И как я говорил в начале этого ролика, если будет зрительский интерес, то мы продолжим осмотр. На этой стоянке и, возможно, сделаем обзоры с аналогичных площадок в Литве. На этом все. Смотрите наш канал, подписывайтесь, если интересно, ставьте лайки. Всего доброго!